Приветствую вас в четвертой части. Вот как вы видите, мы выполнили боковые швы. Мы сшили заднюю и переднюю часть жилеточки. Я попрятала все абсолютно краешки ниточек с внутренней стороны. И теперь выворачиваю на лицевую сторону. Вывернув на лицевую сторону, мы смотрим. Смотрите, у нас получилась вот такая замечательная жилеточка уже. Вот какие аккуратные у нас получились швы с боковых сторон. Все довольно-таки выглядит аккуратненько. И теперь нам осталось обработать горловину и проимочки наши. Обрабатывать мы будем резинкой один на один. Для этого мы берем крючок и нашу ниточку. Краешек ниточки мы пока не будем крепить, а где-то посередине нашей жилеточки. Мы вот так вот просто оставляем краешек. И теперь в каждую петелечку предыдущего ряда, то есть не в косичку крайнюю, а в предыдущем ряду, в каждую петелечку мы сейчас будем делать такие вот как своего рода вот петельки. Закрепите ниточку и смотрите, вот мы будем в предыдущий ряд, получается, крючок вводить в петельки и делать столбики без накида. То есть этот ряд нам нужно будет столбиками без накида полностью сделать. Но смотрите, что я делаю. Ввожу в наши вот косички. Вот и нашла у нас косичка. И мы у нее так и продолжаем. Единственное, что вам нужно будет... Первое вот, я поближе возьму, вам покажу. Вот здесь будут повернутые у вас вот так вот петельки, вы их разворачиваете. То есть вот продолжение идет в косички. Затем вот между косичками здесь вот видите, сделаете петельку, соединительный столбик. Затем снова вот она косичка, снова в косичку вы вводите крючок, захватываете ниточку и снова соединительный столбик. Таким образом вам нужно соединительным столбиком отдазать полностью горловинку. То есть от момента начатия полностью перед левую часть, затем заднюю часть, в каждую петельку предыдущего ряда. Каждую в каждую. И вернуться таким образом сюда, в начало, где начинали. То есть вот вы продолжаете, здесь вы петельку ввели, теперь между, вот так вот. Теперь снова петельку продолжаете, вот здесь вот вводите. А затем между. Пока не закончится у вас узор, будете ввязывать между рядом и петелечку. То есть как бы вот вам нужно красивенькой, красивенькой такой косичкой обвязать по кругу. Для того, чтобы нам потом было проще в каждый столбик без накида набрать петелечку на спицу. Вот как вы видите, я уже закончила ввязывать горловинку столбиками без накида и теперь приступаем к набору петелечек. Смотрите, из вот этих вот столбиков мы теперь из каждой петелечки будем набирать петлю. Смотрите, что я делаю. Беру, ввожу петелечку и захватываю ниточку. Теперь снимаю набранные петли с крючка на спицу. И теперь ваша задача с каждого, с каждого столбика, вот, с каждой петелечки сделать петельку, вот так вот вытянутую. И нанизывайте постепенно, постепенно на спицы. То есть вы теперь берете ваши чулочные спицы, такого же диаметра, как вязали жилеточку, и нанизывайте постепенно, одевая вот так вот петельки. Таким образом, вам нужно одеть петельки по всему кругу горловины. Вот мы набрали по кругу петельки наши на 4 спицы, и сейчас пятой спицей, вот я уже начала, я вам покажу, как нам сделать дальше. Смотрите, вы первую петельку, которая у вас четвертая, с четвертой спицы, первую петельку вы снимаете. И мы сейчас вяжем, как бы, по линии, то есть мы сейчас набрали петельки в одну сторону, разворачиваем на изнаночную сторону наше вязание, и вяжем обратно. То есть мы будем вязать не по кругу, а прямо, то есть, смотрите, и чередование начинается. Смотрите, первую петельку сняли, затем изнаночная, лицевая, и начинаете чередовать изнаночную, лицевую. Так вам нужно провязать до конца четвертой спицы, то есть у вас будет это уже четвертая, первой, и до четвертой вам нужно довязать. Следующий ряд тоже вы вяжете, как бы, назад, и чередуете, там, где была лицевая, вяжете лицевую, там, где изнаночная, изнаночная. Таким образом вы формируете резинку 1х1, которая была у нас в начале вязания. И связать нужно такую резиночку 1х1 приблизительно где-то 2,5-3 см. Как вы посчитаете нужным, чтобы у вас была ширина горловины? Итак, свяжете ширину горловинки, я вам покажу, что будем делать дальше. Итак, вот, как вы видите, я уже закончила набирать высоту своей горловинки, и у меня получилось вот 4 см ровно. Я почему-то решила, что больше мне не нужно, и рядом меньше мне было бы мало, рядом больше мне было бы много, поэтому у меня ниточка вот здесь закончилась, то есть как бы на последней своей спице. Я ее обрежу, потому что мне она как бы нужна с правой стороны. Если у вас она в начале, вот, будем считать, вот эта первая спица, то это просто замечательно. Я обрежу. Если же у вас она, еще раз повторюсь, в начале, то просто обрезаете ниточку хотя бы метр, наверное, и обрезаете тоже. Вставляете ниточку в иголочку. И так как у меня вот она в конце, то я обрезала и буду крепить ниточку где-то вот с этой стороны, потому что у меня жилеточка для девочки. У меня должен быть вот, как бы, получается, правая сторона доминирующая, накладывается на левую. То есть если вы перевернете жилеточку, как бы накинете ее на себя, то вот правая сторона, в данном случае левая сторона будет на правой стороне. То есть вот и так. Если же на мальчика жилеточка, то наоборот должна быть вот так. То есть вот доминирующая была бы левая сторона. Вот, и так, я закреплю сейчас ниточку свою, вот где-то здесь. Я не буду ее завязывать, пока ничего с ней делать. Смотрите, что мы будем делать. Мы будем делать горловинку, закрывать петельки наши открытые трикотажным швом. То есть если вы хотите, можете закрыть классическим способом закрывания петелек. Это провязываете две вместе, возвращаете, снова две вместе, возвращаете. Но я предпочитаю больше этот вариант, мне он больше нравится. И такая горловинка получается не растянутая, как резиночка восстанавливается. Итак, у меня получается крайняя петелька. Я просто ее захватываю. Вот, делаю петлю. Так вот, закрепила немножечко. И, смотрите, так как у меня первая изнаночная петелька, я за нее и снимаю. Следом за и протягиваю. В образовавшейся колечках протягиваю ниточки. Не закрепляю. Теперь, смотрите, первая петелечка лицевая, значит, ввожу иголку перик. И следующий перик. Слово в образовавшееся колечко, ниточку. Трикотажный шов более подробно, я там оставляла ссылочку, можете посмотреть. Но такая схема очень простая. То есть, смотрите, если первая петелька на спице изнаночная, то значит за. Если лицевая, то значит перик. И обязательно вводите вот так вот иголочку, ниточку, петелечки, так сказать, и вытягиваю. То есть, если хотите, я вам более подробную ссылочку оставлю, как и делать трикотажный шов правильно. Теперь, вот, смотрите, первая у нас лицевая, значит, мы вводим перик. Вот так вот первую сняли. Вторую просто зацепили. Если первая изнаночная, то за. 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 В общем, на самом деле, все очень гораздо просто. Может, я здесь, ну, у меня камера не очень хорошая. В общем, смотрите, вот у вас первая лицевая. Значит, вот, иголочку вводите спереди, сняли. И спереди вторую вводите, в изнаночную. И петелечку вот так вот ввели. Изнаночная первая за. Снимаете изнаночную на иголочке и за лицевой вводите. В образовавшуюся петельку вот так вот вводите ниточку. Итак, нам нужно закрыть петельки таким способом до конца, то есть до вот этой второй нашей части. Вот здесь вот, до вот этого момента. То есть все четыре спицы. Когда закроете трикотажным швом все четыре спицы, я вам покажу, что мы будем делать дальше. Итак, вот, я закончила обрабатывать горловину швом трикотажным. И у меня закончилось вот здесь вот мое шитье, так сказать. Вот. Берете, соединяете. Получается, вот, смотрите, женская жилеточка, еще раз вам покажу. Вот так вот должен быть накид. А если на мальчика, то с этой стороны. И так, вот, смотрите, нам нужно пришить вот так, чтобы было. То есть, чтобы правая сторона была сверху. Для этого, вот, сверните, как бы, вот таким образом, чтобы иголочка оказалась вот здесь, вот снизу, ну, ниточка наша вот здесь вот снизу. Снизу, вот, смотрите. И я выворачиваю и пришиваю вот это место, так сказать, наше дно этого уголка, просто вот такими стежками. То есть, вот, вот такими стежочками. Просто. Как бы делаю дно. Вот, смотрите. Зашиваю дно. И до конца. Вот, пришили мы дно. И, теперь, смотрите, выворачиваете. Вот у нас получилось где-то шейка. И теперь выворачиваете. И вот эту нам нужно пришить строго по, получается, так скажем, по этому, по шву. Так вот, иголочку вытаскиваете на лицевую сторону, в уголку вашего. Вот, и нужно теперь эту сторону. Но эту сторону мы можем слегка приметать. То есть, не обязательно ее, как бы, пришивать прям сильно. А вот, просто вот этот край нужно пришить вот этому шву нашему. Просто вот такими стежками небольшими. Желательно кромочным нашим петелькам. Когда будете кромочным пришивать, вот так сильно заметно шовчик. Вот так вот. Просто я, получается, приметала для того, чтобы у нас держался угол. То есть, вот этот наш накид сверху, чтобы он был, вот, смотрите, здесь у нас будет между ними не пришито, а просто пришито одно, ну, то есть, уголок с внутренней стороны одной стороны пришит. И с внешней стороны, вторую сторону уголка. Вот. И так. Здесь вот просто на изнаночную сторону вытягиваете. И смотрите, что у нас получилось. Вот я сейчас на изнаночную сторону иголочку спрячу. У нас получился вот такой замечательный воротничок. Смотрите, довольно-таки все аккуратненько. Здесь у вас нежный такой шовчик получился, благодаря нашим ниточкам, так вот, благодаря нашим столбикам без накида. Вот, смотрите. Теперь, что мы будем делать? Мы будем делать рукавчик. Рукавчики я тоже вам предлагаю в каждую, в каждую петелечку предыдущего ряда делать столбик без накида. Вот так вот, по кругу. Как вы делали горловинку. С одной стороны и с другой стороны. И точно так же набираем из этих петелечек, в общем, из столбиков петелечки, на три уже спицы, ну, там, хотите, на четыре, как и здесь. И тоже вяжете не по кругу, а, получается, вяжете одну, а потом возвращаете в другую сторону. То есть не по кругу, а возвращаете. И точно так же мы делать будем запах для рукавчика. То есть рукавчик у вас будет вот такой вид иметь. Вот у вас по кругу будут набранные петельки, а потом вот так вот тоже уголком мы сошьем будут рукавчики. Вот таким образом. Будет все это довольно-таки аккуратненько смотреться. Вот, и все. Я сейчас наметаю, сделаю столбики без накида на наших, так сказать, троймочках, на наших рукавчиках. И наберу петелечки, покажу, как мы будем вязать более подробно. Вот, я провязала столбиками полностью целый ряд и уже с каждого столбика сделала по петелечке. Вот, смотрите. И точно так же приступаем к резинке один на один. Можно такой же ширины, можно чуть уже шире, как на ваше усмотрение. Шире, я думаю, будет смотреться грубовато. Можете такую же резинку, либо уже сделать. И точно так же трикотажным швом закончить. И с другой стороны то же самое. Вот, как вы видите, я обработала правую. Вот часть, как я вам и обещала, мы обрабатываем проймочку, как и горловинку. То есть, такой же толщины я сделала и точно так же убираю. Смотрите, изгиб я сделала на, получается, левую часть на правую. И точно так же я буду здесь делать, но уже, получается, левую, правую сторону на левую. То есть, если вы оденете, то у вас будет, получается, подмышки уходить. Вот, вот эти части подмышки уходить. Ну, то есть, красивенько я сделаю их в зеркальном отражении. Итак, смотрите, после того, как вы закончили трикотажным швом обрабатывать краешек, вот у меня остался кусочек ниточки, я сейчас заверну вот так вот, как у меня должно быть, получается, правую на левую положу. И с внутренней стороны зашью вот эту вот нижнюю часть. То есть, я ее пришью к шву внутреннему. Смотрите, выворачиваете внутреннюю часть. И низ, как бы дно, днище пришиваете. Просто стежочками несколькими. Буквально. Вы поняли, что правую часть нижнюю. То есть, когда вы оденете к себе, у вас это правая часть. Если вы смотрите так, как я, то левую часть. Нижнюю мы пришиваем к нижней. Вот. Буквально несколькими стежочками там более чем достаточно. Я думаю, даже при самой бурной стирке ниточки не расходятся. Теперь закрепляете ниточку. Хотите, сделайте узелочек. Хотите, несколько стежочков. Вот. И прячете ниточку. Я обычно прячу ее вот так вот между нитками. И обрезаю. Теперь вытаскиваете ниточку с иголочки. Вот, смотрите, мы пришили низ. И вот так вот вдеваете ниточку в иголочку, вторую часть, в которой вы заканчили крикотаж. Вот так вот. И эту часть вы разверните себе, чтобы было удобно. И эту часть мы пришиваем вот так вот к нижней. То есть, смотрите, делаете несколько стежочков вначале. Зашиваете наши, так сказать, угловые части. Будет не очень сначала удобно. У меня, например, ниточки с бухлями, поэтому мне не очень все так легко давалось. Вот так. И пришиваете. То есть, вот таким обычным способом, таким как бы нахлестиком, пришиваете уголочек. Все делали как горловинку. То есть, такую же ширину я сделала. Также обработала крикотажным швом края. Просто вам показываю, вот как я в итоге сделала нашу проймочку. То есть, как я сшила. Теперь на изнаночную сторону вот так вот поставите ниточку. И на изнаночной стороне затем закрепитесь. И смотрите, что у нас получилось. Мы обработали проймочки в зеркальном отображении, чтобы у вас вот эти вот передние части проймочек шли как бы под ручку. И теперь закрепляете ниточку, прячете кончики. Ваша жилеточка готова. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петель к вам. Пока-пока. Пока-пока.